Чин освящения колоколов совершил сегодня митрополит Симферопольский Крымский Лазарь в Покровском храме Симферополя. С 2010 года одна из старейших городских церквей реставрируется и благоустраивается при личном участии главы республики Сергея Аксенова. Покровушка так ласково называют свой храм прихожане. Он был построен в 1860 году при Еприхальном свечном заводе. После разгрома армии Врангеля и установления на полуострове власти рабочих и крестьян, завод и епархии отобрали и реконструировали в стеклотарный. А в 1930-м Крымский ЦИК решил храм ликвидировать и организовать церкви «Красный уголок для трудящихся». Во время Великой Отечественной войны в храме возобновились богослужения, а после освобождения полуострова от оккупантов за Покровской общиной была окончательно закреплена эта территория. Святитель Лука, возглавивший епархию в 1946 году, неоднократно посещал Покровскую церковь. Но однако в мае 1959-го в ходе очередной атеистической кампании храм закрыли. Полвека святыня подвергалась поруганию. В течение всего периода, когда он был закрыт, просто-напросто над ним издевались. Сначала сделали в этом храме столовую, затем открыли дискотеку. За этим храмом был избирательный пункт и в конце концов склад. Поэтому с первых самых дней мы занимались тем, что думали, чтобы восстановить наш храм полностью. Тяжело, конечно, было. Мы пришли на пустое место. Здесь ничего не было. Воды не было, канализации не было, света не было. Пол был гнилой, крыша протекала. Одни проблемы были, огромные проблемы. Основная часть прихожан с первого дня после возвращения Покровушки Симферопольской и Крымской епархии помогает приходу кто чем может. Последние пять лет Покровскую церковь окормляет Сергей Аксенов. На его средства была построена колокольня, а воронежские умельцы отлили шесть великолепных колоколов. Владыка Лазарь после чина освящения сердечно поблагодарил главу республики за внимание и помощь. А вам, дорогие братья и сестры, желаю подвигом добрым подвязаться и всегда думать о своем благодетели, молиться, и чтобы Господь даровал нам и всем благополучия. Любите храм Божий и при звоне церковного колокола собирайтесь вместе для совершения общей молитвы. Местные жители и прихожане, воспользовавшись случаем, рассказали главе республики о бедах района. Аксенов пообещал помочь, а самое главное обещание было дано настоятелю Покровушки. Движемся к тому, чтобы и алтарную часть нам вернули. Сегодня как раз Владыка поднимал этот вопрос, и глава республики сказал, что поставим в план. И, скажем, к 2017 году, может быть, уже получится, что нам вернут алтарную часть. Юлия Орлова, Андрей Псум, Катерина Пескунова. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова